МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О детских новостях в нашей республике вам готова рассказать Никита и Данила Васильевы. В этом выпуске будем подводить итоги первого летнего месяца. Вы узнаете о том, как проходил Чебоксар в День защиты детей, в какого путешествия отправились юные корреспонденты, почему множество ребят читали книги у памятника Ивана Яковлева и какой праздник в нашей стране является самым главным. Сегодня у нас непростой выпуск. Мы приготовили сюрприз. Какой? Узнаете в конце программы. Никита, зачем это вдруг начало разминаться? А я каждый день делал зарядку. Нужно постоянно держать себя в тонусе. Ведь все знают, что зарядка улучшает настроение и укрепляет здоровье. Откуда ты знаешь, сколько разных упражнений? Мне кажется, что все дневные жители Чебоксар знают множество упражнений. Ведь у нас каждый год проходит детская зарядка со звездой. В Международный День защиты детей вся Красная площадь Чебоксар была заполнена озорными детскими улыбками, разноцветными кепочками и яркими воздушными шарами. Здесь состоялась массовая детская зарядка. Это событие проходит второй год подряд. Дети – это наше счастье. Дети – это наша радость. Дети – это самое главное богатство. Утренняя зарядка со звездой, которая вошла уже в традицию наших детей, наших школьников, студентов и для людей, которые в возрасте, она востребована не только в Чувашской республике, она востребована и регионами Российской Федерации. Больше вовлеченных, увлеченных в спортивный, здоровый образ жизни. Поэтому я благодарен всем тем, кто ведет такой здоровый спортивный образ жизни. Каждая мама, каждый папа хочет, чтобы дети были современными, чтобы они были целеустремленными, талантливыми, умными. Так держать. С праздником, дорогие друзья! Наши дети – молодцы! Веселые спортивные упражнения для нас, малышей, разработали спортсмены из Федерации фитнес-аэробики Чувашии. Выполнять эти движения – одно удовольствие. Мне очень понравилось, я второй раз сюда выхожу. 15 минут без отдыха и остановок. Скажу вам по секрету, не каждый взрослый справится с такой нагрузкой. Но мы-то знаем, энергии у мальчишек и девчонок намного больше, чем у их родителей. Елена Егорова, Андрей Спиридонов, Акилбупсер. Как хорошо зимой! Можно кататься на коньках, валяться в сугробах, лепить снеговика, слежать на порфеле с горки. Не грусти! Летом еще больше разных развлечений. Кататься можно на велосипеде, валяться в высокой траве, лепить песочные замки. А порфели их можно закинуть куда-нибудь в самый дальний угол. Я не знал, что мой брат такой озорней. Ну, иногда похулиганить тоже можно. И я не один такой. Знаешь, сколько у меня союзников в этом хулиганском деле? И среди них не только дети. Сейчас сами все увидите. Первый день самых длинных каникул ребята отметили веселым конкурсом. Ура! Каникулы! Мальчишки и девчонки закидывали свои портфели как можно дальше. Я просто собрал силы и кинул на сумку очень далеко. Каждый вечер я тренировался кидать портфель на улице. Я тренировался здесь на заливе. Я кидал портфель и подал только до пятерки. Главное условие чемпионата – летящие портфели, рюкзаки и сумки должны были быть пустыми. За этим внимательно следили члены жюри. Метание портфелей оказалось увлекательным занятием не только для ребят. Их родителям тоже захотелось на миг окунуться в детство. Мне сказала об этом дочь. Она в этом конкурсе участвовала чуть ранее, среди вторых классов. У нее выиграть не удалось, но получилось мне. Соответственно, очень рада я вам. Радость и веселье не прекращались ни на минуту. Родители открывали для себя новый жанр – пантомима. А маленькие жители нашего города активно выступали на сцене. Исполняли песни и участвовали в зажигательных танцах. Просто, просто, мы маленькие звезды, ой, есть ли с нами, танцуй, есть ли с нами. Эта идея пришла ребятам, мальчишкам и девчонкам из детской студии «Куча Малам». Национальная телерадиокомпания идею поддержала. И вот за свой второй год такой замечательный праздник. Веселятся все. Повсюду летают портфели, сумки, пакеты, рюкзаки, все что угодно. На самом деле это не важно, что кидать. Главное, чтобы настроение было хорошее, чтобы справить день защиты детей на пять с плюсом. Победителями чемпионата стали те, кто сумел закинуть свой портфель дальше всех. Рекорд чемпионата этого года – 19 метров. За победу ребята и их родители получили медаль и памятные призы. Ура! Аплодисменты! Елена Кирьянова, Евгения Егорова, Расиль Мухаммедов, Акилл Бобсер. Для чего тебе столько книжек? Сейчас гадать будем. Как это? Ты задаешь мне вопрос. Называешь номер страницы и строчки, а я читаю тебе ответ. Как интересно, давай попробуем. Что ждет меня этим летом? Страница 25, строчка 8. Все очень хорошо. Даже голова крутится. Интересное занятие ты придумал. Давай еще раз. А пока ребята посмотрят следующий сюжет о флешмобе, я люблю читать. Сидеть дома летом совершенно не хочется. Вышел я недавно прогуляться. Прохожу в иммунициональной библиотеке. А там… Здравствуйте. Здравствуйте. А что это здесь происходит? А это у нас детский флешмоб, который называется «Я люблю читать книгу». 2015 год – это год литературы в России. Мы подумали, наша детская студия и куча мала. Почему бы нам не сделать флешмоб, тем более, что наши дети любят и умеют читать книги. Поэтому мы решили собраться здесь, напротив национальной библиотеки, и почитать книги в слов. Самым маленьким читателям было всего 4 года. И пусть они еще не знают все буквы, но зато уже с большим интересом рассматривают картинки. Тем более, делать это в дружной компании намного интереснее. Для участия во флешмобе куча малинца принесли из дома не только книги, но и стулья. Я считаю, что читать так все вместе очень интересно. Это объединяет людей и помогает распространяться сочтению. Мы специально привезли все стулья, а мне даже пришлось его купить. Я уже прочитала около 10 страниц. Мне очень нравится читать эту книгу, и мне очень хочется, чтобы этот флешмоб проходил каждый год. Погрузиться в мир воображения захотелось даже взрослым. Чтение надо приучить с самого детства, и поэтому я решила просидеться к этим детям. И тоже вместе с ними почитать, чтобы показать, что не только взрослые, но и дети должны читать. И это настолько интересно, настолько развивает нашу фантазию и вашу тоже, что мы столько всего придумываем здесь себе, читая вот эти книжки. Во время учебного года времени на чтение любимых книг очень мало, а вот летом предостаточно. И вы, ребята, не забывайте о книгах во время каникул. Я люблю тебя! Илья Федоров, Андрей Шоклев, Акилбургский. Никита, а ты знаешь, в каком порядке располагаются цвета на флаге России? Конечно, узнаю. Белый, синий, красный. Лапа у нас прекрасна. Все верно. Белый обращает благородство. Синий говорит о верности и честности. А красный символизирует мужество, смелость, великодушие и любовь. Настоящий патриот Родины должен узнать значение всех цветов на флаге. И не забывать про самые значимые для россиян деньги. День России – большой праздник. В 1992 году был принят официальный документ, который объявил наше государство независимым. С тех пор, 12 июня, во всех городах России проходят патриотические концерты. А еще в адрес Родины звучат признания в любви. Наша страна большая, я люблю Россию. Я люблю Россию, я в ней живу. Это самый мой любимый праздник – День России. Мы приходим целой семьей в Красную площадь и радуемся этим праздником. Каждый, кто пришел на Красную площадь 12 июня, смог почувствовать великий дух нашей страны, силу и мощь. Гимн Российской Федерации и чебоксарцы пели хором. День России для нашей семьи – один из самых главных праздников. Всей семьей собираемся, приходим, отмечаем здесь его все вместе. Мы хотим с детства воспитывать в детях патриотизм, чтобы они знали, как великая наша страна и любили ее. Мы гордимся, что живем в такой великой стране. Мы рады отмечать этот праздник. Здесь мы можем зарядиться позитивом и увидеть много радостных лиц. Мы желаем всем горожанам, всем россиянам счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. День России – это праздник всех жителей нашей огромной страны. Это день единства народов, день патриотизма и верности традиции. Дарина Порфирьева, Олег Якимов, Акилбуксер. Дня Бразиль! Команда юных журналистов в нашей программе, ребята из детской студии «Куча Мала» поехали в июне в увлекательное путешествие по Москве. Куда же могут отправиться корреспонденты с телевидением в первую очередь? Конечно же, на Останкинскую телебашню. Специально для вас репортаж «Место событий». Мы посмотрим на Москву. Существует птичьего полета. Вот она, символ столицы и российского телевидения. Башня, благодаря которой работают московские телевизоры и радиоприемники. Высота громадины – 337 метров. Сейчас мы поднимемся на 112 этаж. Это очень страшно. Скорость литвы – 7 метров в секунду. Добро пожаловать в небо. На Останкинской телебашне две смотровые площадки. Нижняя закрытая и верхняя открытая. В некоторых местах на закрытой площадке стеклянный пол. Не каждый осмеется на него встать. Мы рискнули. С такой высоты люди, здания и машины кажутся игрушечными. И вся столица как на ладони. А правда, что Останкинская башня шатается? Конечно. Все башни шатаются на этом. Наша башня, конечно же, не сильно. Шелезбетонная часть буквально не стоит. В метрах имеет смещение, совсем чуть-чуть. Металлическая часть, металлический шпиль, который идет, ну, как считается, антойной частью, он у нас смещается гораздо быстрее, конечно. По проекту максимальное смещение самой верхней точки телебашни 12 метров составляет. Образом телебашни стала перевернутая лилия. Цветок с крепкими лепестками и толстым стеблем. Заметили? Тень башни отчетливо повторяет этот рисунок. Останкинская башня была придумана всего за одну ночь. Миниальным конструктором Николаем Никитиным. Я считаю, что это должны знать даже дети. Саша Васильев, Андрей Шоклев, Акил Бупсер. Нам терпится рассказать вам о самых важных событиях этого месяца. Сразу две программы национального телевидения ЧВ-6 победили в фестивале детского телевидения «Плючайся». На Кокольце участвовало 230 работ. Это очень много. Вот и первая награда. Игровое шоу о русском языке «Наугу» стало самой лучшей познавательной программой по мнению детского жюри. А вот и второй приз. Узра от взрослых журналистов и режиссеров. Большую статутку в виде кнопочки «Плючайся» завоевали наши детские новости Акил Бупсер. По мнению жюри мы делаем лучшие детские новости страны. Давай поскорее расскажем, чем занимаются чебоксарские ребята на фестивале «Плючайся». Настроение какое? Хорошее! Отличное! Под прицелом камер и пристальным вниманием журналистов мы чувствовали себя настоящими звездами. И уже в первый день работы фестиваля познакомились с коллегами из других городов. Доброе утро, Голубкина, на 10-й фестивале детского телевидения «Плючайся». Вот сейчас, не знаю, у нас находится команда из города какого? Чебоксар. Скажите, пожалуйста, с чем вы сюда приехали? В каком месте? Так, не позадите, как вы сказали. Меня зовут Денис Денис Дорова. Мы приехали в Чебоксар. Мы сюда приехали, чтобы побольше узнать о телевидении и о журналистах. Нам так нужно узнать, что все интересно. Мы хотим занять первое место. На фестивале собрались не только талантливые ребята, но и взрослые, известные режиссеры, актеры, телеведущие. Вот, например, главная героиня программы о здоровье на канале «Карусель» в гостях у «Витаминки». Здравствуйте. Мы приехали из Чебоксар. Я Саша, а это Соня. Мы хотим вам задать пару вопросов. Вы пьете витаминки? Я, конечно. Любимый витамин С. А как вы попали на телевидение? Меня пригласили на кастинг. Я его прошла и таким образом стала витаминкой. Помогает целая команда профессионалов в этом деле, потому что там работают и психологи, и логопеды. То есть там очень большой штат сотрудников, которые помогают и делают все для того, чтобы эта передача была максимально доступна для детей, при этом рассказывала простым языком о сложных вещах. Поделиться с нами секретами успеха на фестиваль приехала и финалистка проекта «Голос дети» Рагда Ханиева. Оказывается, она хотела бы иметь две профессии – быть певицей и журналистом. Я заметила, что ты очень уверенно говоришь на камеру и совсем ее не боишься. Скажи, пожалуйста, свой секрет. Ну, честно говоря, я волнуюсь на камеру, потому что все-таки ты пытаешься, чтобы люди не увидели, как ты волнуешься. Я пытаюсь это сделать и скрыть это. Так я, сколько бы я ни выступала на сцене, я все равно буду волноваться, потому что это даже не волнение, а какое-то чувство ответственности. За три дня фестиваля мы посетили множество мастер-классов. Мы учились брать интервью у звезд, узнали много нового о монтаже и, внимание, тренировались работать в кадре. У известной нижегородской журналистки Нины Зверевой учатся корреспонденты региональных телекомпаний со всей России. Нас Нина Витальевна попросила ярко, интересно и всего за минуту рассказать о своем городе. У меня получилось. Меня зовут Василий Александрович. Мы находимся на мосту на нашем салиме, город Чебоксары. Сзади меня находится памятник матери. Она раскрывает свои руки, как бы приветствует гостей нашего города и еще оберегает наш город. А еще тут рядом находится памятник Константину Иванову, который написал поэму «Новский». И еще в нашем городе есть детский ТВ-театр «Судья Куча Мала». И еще много-много интересного. До свидания. Всех участников фестиваля отправили в будущее в космическое путешествие на Марс. Мы оказались в научной лаборатории и смогли изучить минералы с поверхности Красной Планеты. Так, здесь у нас лежит минерал цепринтинит. Цепринтинит у нас как раз будет заблокать. Самый волнительный момент – это, конечно, церемония награждения. Скрестив пальцы, мы ждали результатов конкурса. И вот заветные слова. Программа «Акилпупсер» победитель в номинации «Мир новостей глазами детей». Ровно год назад мы также получили такой же приз за нашу программу «Акилпупсер». Поэтому в этом году мы честно не ожидали, но, конечно, пальчики тоже держали. Это слово «перевертыш» прочитать наоборот зеркальным. «Республика наша, Чувашская республика». Есть взрослые новости «Республика», а детские новости на национальном телевидении «Чуваши» называются «Акилпупсер». Все ребята задействованы, проводят расследования, пишут стендапы. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо всем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рита, Лия, Ксюша, Лида, Лена, Саша, Даша, Даня, Соня. «Куча мала в Москве! Мы лучшие!» Саша Васильев, Андрей Шоклев, Акилпупсер. А теперь обещанный сюрприз. Ребята, делайте звук телевизоров громче. Вам передают привет звезды, актеры, телеведущие, музыканты. Привет, друзья! Меня зовут Витаминка, мое платье в апельсинках. Я желаю всем ребят из города Чебоксары быть здоровыми, умными и счастливыми. Ведите здоровый образ жизни, ребята, пейте витамины. Всем чебоксарцам хочу передать привет. Мечтайте, фантазируйте, снимайте кино, снимайте ролики, пойте песни и делайте клипы. Привет, Чебоксары! Я вам желаю здоровья, конечно же, самое главное. Это самое еще главное – счастье, здоровье. И чтобы никогда не было войны, чтобы всегда было мирное небо над головой. Всего вам самого лучшего и дальнейшего процветания. На сегодня это все. Подведем итог. Первый месяц лета получился насыщенным и ярким. Кто ли еще будет? Смотрите нас на национальном телевидении Чебаши. А еще ищите программу ВКонтакте. Мы всегда рады вашим лайкам и отзывам. Если у вас появится новость, которую вы хотите поделиться со всеми ребятами, звоните нам по телефону 641111. Мы приедем к вам гости и снимем сюжет. Хороших всем каникул. До свидания.